ЗАБИНФО.РУ Первый информационный сайт Забайкальского края Столица Забайкальского края прошла военно-патриотическая игра «Зарница». В рамках игры было организовано шесть этапов на площадках спецназ, учебный центр, спасатель, марш-бросок, спецзадание и мужество, отвага, честь. На этапе учебный центр оценивалась медицинская, физическая, строевая, огневая и инженерная подготовка команд. Участники выполняли нормативы по одеванию ОЗК, по подтягиванию, показывали свое умение в установке и снятии мин, а также в стрельбе. Только вперед, а не шагу назад. То есть готовились, моральный дух укрепляли, то есть физически, в силу. Тренировались, в общем, одним словом. Ничего, ватриотизму ничего не помешает, как бы он сидит внутри, в душе. То есть это... и погода нам не помеха, так сказать. Только победа. Будем рвать ее зубами. Вырывать. Вот так. В этом году в игре принимали участие 30 команд в составе 350 человек. Гости-участники приехали из Красноярского края, Хакасии, Бурятии, Алтая, Тувы, Омской, Новосибирской, Приморской, Ярославской, Свердловской, Калининградской, Кемеровской, Иркутской и Томской областей. От Забайкальского края принимали участие 15 команд. Все они усиленно тренировались, и все они были достойны победы. То есть мы сначала стоим с рюкзаком, в котором плащ, и с двумя мешками. В одном противогаз, а в другом бахилы и перчатки. Мы их последовательно выгружаем из сумок. Не одеваем сначала бахилы. Все нужно правильно защелкнуть на заклепке. Затем плащ набрасываем, застегиваем. Тоже там все по правилам. Каждое крепление подходит к определенному месту. Затем одевается противогаз, перчатки, накидывается капюшон. И даем сигнал об окончании выполнения. Очень-очень серьезная организация. Видно, что люди сильно к этому готовились, очень старались. Очень много материальной базы совершенно затрачено. Очень много литератических ресурсов. Видно прямо вот серьезную, конкретную подготовку к этому мероприятию. Кстати, военно-патриотическая игра увлекает не только юношей, но и девушек. Так, например, в составе Читинской команды «Ермак» были три участницы. Надеемся на победу. Ну, главное – участие, а не победа, все равно, чтобы поучаствовать. Да, устаем, конечно, не без этого. Но все равно выносим все. Что, подгоем? Да, давай. Давай. Что-то я не доволю. Сейчас закидываю. Давай. Светлана Инкелевич, Илья Татауров. Специально для ЗАП.Инфо. Светлана Инкелевич, Илья Татауров. Спасибо. Спасибо. Спасибо.